Друзья, всем привет! Это видео посвящается всем, кто любит птиц. Когда я делала первое видео о чердаках, я думала, люди посмотрят, будут знать, что происходит вокруг. И я даже не ожидала, что столько будет неравнодушных людей, которые готовы помочь, поучаствовать. Имена многих я не озвучила, потому что не было отдельного благодарственного видео. Ну, точнее, было, но ранее. Но некоторые из вас помогали уже после этого видео. Я вас помню, ценю. И даже есть посылка от Натальи из другой страны. Не буду говорить, откуда. Просто предлагаю открыть и посмотреть, что же там внутри. Посмотрим. Вообще, меня удивляет, но с другой стороны это очевидно. В мире есть разные люди. Кто-то любит животных, кто-то ненавидит. Кто-то любит, но не у себя дома, ну, так скажем, посмотреть, полюбоваться. Но как дело доходит до помощи, то их нет рядом. А есть люди, которые готовы отложить все дела, все бросить и побежать спасать. Вот даже пока я ходила у себя в городе, общалась с разными людьми, особенно со старушками, которые бросают хлеб постоянно. Я им говорила, что так делать не надо, от хлеба они болеют. Ну, говорила, конечно, простыми словами, доходчиво, вежливо. Но кто-то посылает на три буквы, а кто-то говорит, да, 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 я знаю, знаю. И иди отсюда. В общем, все по-разному. И, конечно, очень грустно видеть, когда я иду в очередной раз и вижу свалку хлеба, макароны, плесни белого хлеба, ну и так далее. И когда они говорят, нет, главное, так спрашивают, а чем тогда их кормить? Я говорю, ну как чем? Сходите в магазин, пакет перловки стоит не дороже батона хлеба, только от перловки польза гораздо больше. И вот вы ее рассыпите, и они все до последнего склюют. А в хлеб они тычут клювом, ну даже с точки зрения инфекции. Тычут, тычут, больной потыкал, потом здоровый потыкал, и все, и заразились. Но большинству людей, говорит, бесполезно. А есть люди, которые живут в другой стране и тоже пытаются там спасать птиц. Которые смотрят канал Голубь Райс. И вот со мной уже познакомились. И прислали. А что прислали? До стола. О! Вот прям то, что нужно. Вот идеально. Для птенцов. Нутриберт. А21. Круто. И еще нутриберт. А это... А это... Так, а это я не знаю, что. Давайте откроем. Так. Понимать бы, что написано здесь. Ну, я думаю, я чуть позже разберусь. Это либо витамины, либо что-то мне подсказывает. Это, может быть, средство для обработки птиц. Я не дружу с голландским языком, к сожалению. Нет, если бы я знала немецкий, было бы проще. Я обязательно разберусь и, если интересно, могу позже сообщить. Ну, вот, нутриберт – это прям вообще то, что нужно. Насколько вы знаете, совсем молодые птицы, которые растут без родителей, они не получают зобного молока и тех ферментов, которые дают им иммунитет. И все питательные, ну, даже не питательные вещества, а как это назвать, все для пищеварения, для усвоения микроэлементов, витаминов, для полноценного роста, развития. А здесь это все есть. Так что это очень нужная штука. Да, конечно, те кабачки уже выросли, но, понимаете, такая тема посылки международные идут иной раз очень долго. Вот мне однажды подруга из Германии отправляла, ну, там, с Новым годом подарок. И она отправила его до Нового года. А пришло к 8 марта. Причем я заметила, что оповещение о том, что наша таможня приняла довольно быстро, а вот на таможне, сколько это лежит, и после таможни, сколько идет по России, это просто ужаснуться можно. Это, ну, реально долго. Я не знаю, это наша почта так работает, или... Не знаю, правда. Ну, а это в любом случае пригодится для других малышей, которые тоже, возможно, будут нуждаться в помощи. А какие именно, ну, со временем узнаете. Конечно, хочется верить, чтобы как можно меньше птенчиков нуждались в искусственном выкармливании, но, как понимаете, это... Мечтать не вредно, скажем так. Ну, а я за это время купила еще витамины для голубей, камушки, которые вы уже видели, и вакцину. Процесс вакцинации тоже постараюсь снять. Точно не обещаю, но, возможно, сниму. Просто иногда, когда планирую, оно не получается. Иногда вот запланирую, что все будет вот так, так и так. По расписанию, по плану. Но нет, всегда что-то идет не по плану. И поэтому можно наметить, предположить, а строго, четко планировать. Я стараюсь этого не делать. Просто как получится, скажем так. Друзья, всем спасибо, кто любит птиц, кто старается им помочь. Или даже хотя бы тем, кто не делает ничего. Потому что ничего не делать, это уже не так плохо. Куда хуже выносить объедки с плесенью, от которых голуби болеют, травятся и умирают. Умирают. Поэтому я думаю, вы меня правильно поняли. И пойду заниматься голубями. А вам желаю хорошего дня и всего самого-самого доброго. И, Наталье, еще раз спасибо за внутриберт. и остальных тоже благодарю, кто помогал. Правда, огромное человеческое спасибо. Ну, на этом мы прощаемся в этом видео, но не прощаемся в целом, потому что видео еще будут и о разных голубях. Всего вам доброго. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok